Привет! В этом видео поговорим об эфирном масле розмарина от Ватавикас. Средство в картонной незапечатанной упаковке имеет сертификат Веган и Круэлти-Крим. У меня версия продукта во флаконе из темного стекла объемом 10 мл. Изначально стоит проверить масло на индивидуальную непереносимость. Средство только для наружного применения. Нельзя наносить его перед выходом на солнце или использовать в чистом виде. Есть и другие противопоказания. Эфирное масло розмарина получено методом паровой дистилляции из листьев и стеблей растения. Содержит компоненты эфирных масел лимонен или налол. У него свежий, бодрящий травяной аромат, напоминающий хвою и цитрусовые. На коже улавливался пару часов. Под закручивающейся крышкой капельный дозатор. Продукт бесцветный, жидкий по консистенции. В базовое масло виноградных косточек или касторовое я добавляла 1-2 капли продукта. И втирала смесь в корни волос за полчаса до мытья головы. Целью укрепления волос и уменьшения перхоти. Либо заменяла масло гелем салой и вера. В этом случае волосы не жирнились и смывания не требовалось. Также добавляла розмарин в маски для волос. Считается, что эфирные масла обладают высокой проникающей способностью. Поэтому у гелий и масок состав должен быть без потенциально вредных и сомнительных компонентов. А масла для основы допускаются растительные, но никак не минеральные. Иными словами, стоит избегать средства с ингредиентами, не одобренными стандартами натуральной косметики. Сложно зафиксировать изменения в плане роста или укрепления волос. Зато после пары недель ежедневного применения в моем случае исчезла перхоть. Была ли в этом заслуга масла розмарина, асторового масла или гидролата березы? Непонятно, поскольку перечисленные средства я использовала параллельно. В любом случае эфирное масло оказалось экономичным и приятным в использовании. Спасибо за внимание и пока-пока!